Почему стоит посмотреть этот фильм? Почему стоит его посмотреть? Ну, во-первых, потому что в то время не было специальных эффектов. Спецэффектов не было. Но в этом фильме столько всяких интересных, ярких моментов. И очень интересно думать, как они это сделали. Ну, вот, например, этот актёр, который играет Андрея, этого гида, это он. Это он. Это не дублёр, это не каскадёр, это актёр. Кстати, актёр, который играет Андрея. Очень-очень известный. Его зовут Андрей Миронов. Андрей Миронов. Миронов Андрей. Посмотрим на него. Вот он. Напишем так. Роли. У него очень много ролей. Он очень-очень популярный актёр был в Советском Союзе. Вот он в фильме «Невероятные приключения итальянцев России». В «Три плюс два». Вот он. Помните фильм, который мы обсуждали? «Три плюс два». Он здесь. И бриллиантовая рука. Like a diamond arm. I don't know. Он там тоже играет. Ну, он много-много-много где играет. Вы его ещё увидите, если будете смотреть советские фильмы. Актёр действительно хорош. Очень хорош. Да, так вот, вот этот трюк он делает сам. Да, он такой молодец, хороший актёр. Этот трюк в Санкт-Петербурге, когда они прыгают, прыгают с моста на корабль, на теплоход. Теплоход. Как они прыгают с моста на теплоход, это не актёры. Это, ну, так сказать, дублёры или каскадёры. Каскадёры, я думаю, это французское слово, наверное. Но это люди, которые делают трюки в фильмах. Здесь это каскадёры. А это не каскадёр, это актёр. И он действительно прям висит на большой высоте. Что ещё там интересного? Вот он разговаривает со львом. А это реальный лев. Прямо реальный, реальный лев. By the way, there was an awful story that I will tell you later. Next time. Watch the next video. Вот он разговаривает со львом, с настоящим львом. И ещё там есть гонки. Погоня. Погоня – это когда одни люди гонятся за другими. Гонятся, да, как Том и Джерри, или как волк и заяц. Ну, погоди. Когда один бежит, а другой убегает. Я бегу, а он убегает. Это гонки. Это гонки или погоня. Погоня. Там есть погоня на машинах, видите, с грязью. Ну, вообще класс. Просто такой суперфильм. Да, грязь, грязь. Вот это вот на машине. Всё это. Это грязь. А есть взрыв. Есть взрывы. Причём взорвали бензоколонку. Что такое бензоколонка, сейчас скажу. Это. Это бензоколонка. Бензин. Бензин – это то, чем заправляют машину. То есть машина кушает, ест бензин. Машине нужен бензин. Это бензоколонка. Бензоколонка. Эту бензоколонку построили специально для фильма. И потом её взорвали. Взорвали. Вот так вот. Хорошо взорвали. Просто супер. Супер взрыв. Отличный взрыв. Очень эффектный. И последнее, наверное, самое интересное, такой трюк этого фильма – это такой момент, когда самолёт садится. Но это экстренная посадка. Самолёт садится не в аэропорту, а прямо на шоссе, на дорогу. Это в начале фильма. Самолёт совершает экстренную посадку на шоссе. Вот такой классный момент. Я смотрела, я думала, вот это да! Без спецэффектов – вообще класс! Молодцы, молодцы! Вот несколько фотографий, ну, принтскрина этих моментов. Как самолёт садится. Видите, вон какой даже трюк тут есть. Машина под самолётом проезжает. И это всё в динамике. То есть самолёт не стоит, а он ещё едет. И вообще, как они это сделали? Классно! Так, ну вот всё. Так что есть как минимум три причины посмотреть этот фильм. Несмотря на то, что это старый фильм. Да, 73-й год. Уже 50 лет прошло. Но фильм забавный, интересный, со спецэффектами. То есть без спецэффектов. Комедия очень лёгкая, весёлая. С итальянцами, с русскими. С приключениями. И очень много экшена. Поэтому вы, как начинающие, beginners, начинающим будет очень здорово посмотреть. Ну вот. А потом, когда вы посмотрите этот фильм, мы ещё поговорим. «Воёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёё